здравствуйте друзья сегодня мы вспомним о некоторых событиях которые происходили в нашем городе летом в разные годы ну и поскольку свидетелей многих событий мы уже не найдем давайте обратимся к старинным номерам местных газет эти пожелтевшие от времени страницы помнят много из прошлого нашего славного города у моря и начнем мы пожалуй с прогноза погоды температура 19 21 градус тепла влажность 100 процентов туман тумана моряки не любят всегда это говорит анна ивана щетинина герой социалистического труда почетный гражданин города владивостока и ни один моряк вам не скажет что он любит он меня раздражает в море он меня раздражает и здесь точно также 120 лет тому назад неизвестный мне корреспондент газеты владивосток оставил на память потомкам несколько заметок о капризах приморской погоды одна из них называлась наброски карандашом и была опубликована в 26 номере газеты владивосток за 1902 год начиналась заметка словами не веселит владивостокцев владивостокское лето нет тебе как говорится никакого удовольствия холод туман дождик вот чередующиеся явления атмосферных недоразумений но до чего точные слова иногда могут находить люди с тех пор прошло уже довольно много лет но атмосферные недоразумения в нашем городе совсем не изменились погода по-прежнему не сильно радует владивостокцев и похоже что частые дожди сырость и туман были здесь всегда но к примеру исторические хроники напоминают нам о том что в августе 2001 года лучшем городе земли был зарегистрирован самый интенсивный дождь 7 августа 2001 года на город нашинске обрушилась самое что ни на есть самом деле шная гроза причем очень и очень сильная в тот день на владивосток за 4 часа выпала месячная норма осадка окна а свои дачные участки райские уголки дачного отдохновения кажется так называли когда-то летом 1920 года неизвестными корреспондент газеты дальневосточная республика сообщал читателям о том что в последнее время со стороны владивостокской интеллигенции и рабочего населения наблюдается тяга к мелкохозяйственной собственности и земле весь город в районах первой речки гнилого угла и мыса чуркина опоясан множеством мелких домов где трудовая интеллигенция и рабочие заводят хозяйства и огороды а 120 лет тому назад в 1902 в одном из этих номеров газеты владивосток появилась небольшая заметка посвященная дачной жизни рассказывал с ней о том что жизнь на разъездах седанка и хилкова это кстати бывшее название станции океанская заметно оживляется ежедневно туда переселяются дачники вместе со своим скарбом и детворой управление железной дороги стала задумываться о постройке на этих пунктов павильонов для публики ожидающих поездов а также павильонов и в других местах между этими станциями для удобства дачников чтобы не тащиться им пешком две-три версты до своих дачных участков надо полагать пишет газета это будет весьма удобно и там же читаем следовало бы городской управе обратить свой олимпийский взор на наши дачные места улицы на них не распланированы без названий нет номеров дач так что приезжающие в гости бродят целый день и не могут отыскать знакомых но теперь с дачных участков давайте вернемся в лучший город земли статус города владивосток получил летом 1880 года а уже в июне 1901 на владивостокских домах впервые появились номера городская дума выпустила специальное постановление текст которого гласил домовладельцы города обязаны иметь на своих домах доски обозначением части города а также квартала номера участка и дома и фамилии владельц ну а теперь самое время вспомнить об одном из летних событий 1934 года летом 34 владивосток встречал пароход смоленск на борту которого находились спасенные герои челюскин а начиналось все в начале тридцатых годов когда советским правительством была поставлена задача обеспечить надежное плавание торговых судов от ленинграда и мурманска до владивостока северным морским путем за одну навигацию 1933 году по северному морскому пути было направлено груза пассажирское судно челюскин на борту которого находилось 112 человек это была команда корабля научные работники журналисты смена зимовщиков и строителей для острова врангеля возглавлял экспедицию член-корреспондент академии наук ссср отто юльевич шмидт 13 февраля 1934 года раздавлены льдами в чукотском море пароход челюскин затонул команде и пассажирам удалось высадить налет и спасти часть грузов и продовольствия на месте высадки из подручного материала был сооружен временный лагерь и началась легендарная ледовая эпопея по поручению правительства ссср к спасению экипажа челюскина была привлечена группа летчиков которые в течение двух недель сняли со льда всех участников экспедиции из бухты проведения спасенных на пароходе смоленск доставили во владивосток прибытию знаменитых гостей город основательно убрали украсили а на главной площади владивостока на входе в городской парк поставили арку в честь спасенных челюскинцев когда пароход смоленск зашел в бухту золотой рог улицы города уже были заполнены тысячами горожан крыши и балконы домов все окрестные сопки были буквально облеплены людьми на причал прибыли родственники приехавшие владивосток специальным курьерским поездом над пароходом смоленск небольшой высоте пролетел самолет разбрасывая букеты сирени и листовки после торжественного митинга состоявшегося прямо на причале героев челюскинцев разместили в лучшей гостинице города гостинице версаль переименованы по этому случаю челюскин течение трех дней в городе проходили печи челюскинцев жителями владивостока а затем герои специальным поездом отправились в москву по дороге в москву капитан парохода челюскин владимир воронин направил владивосток телеграмму приморская область находившиеся вблизи места нашей катастрофы и только принимала самое горячее участие в спасении челюскинцев но и поразило нас теплотой встречи и проводов а нам пора прощаться до встречи в эфире в программе лучший город земли